Ребята, всем привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы из Сочи. Ставьте прямо сейчас лайк авансом, турболайк, и мы начинаем. И сегодня у нас суббота, день квалификации, и нас встретила с самого утра вот такая погода. По прогнозу, вроде как целый день будет дождь, то есть равномерное мокрое покрытие. С самого утра прошел брифинг, судьи, вот как вы сейчас видите, рассказали полностью задание, рассказали конфиг, в принципе, с прошлого этапа там ничего не поменялось. Даже погода на квале не поменялась. Сказали, дадут один прогревочный круг, то есть тестовый, и потом уже два в зачет. Пока я был на брифинге, ребята разложили палатку и полностью приготовили лавра. Надели пластик, надели маски даже, чтобы выглядеть прям по красоте. Благо, со вчера у нас все настроено, у меня еще есть режим low boost. Я на нем еще в дрифте не катался, Семенова отстроил, но я катался на тестах, когда мы настраивали это все. И он прям очень тугой, вот то, что надо для мокрой погоды. Сейчас буду его, конечно же, тестить. По покрышкам у нас 265-й Westlake сейчас одет. Квалификация уже начнется через несколько минут, но для нас она начнется только через 3 часа. Поэтому мы в таком режиме ожидания, настраиваем себя морально. Ну а машина полностью готова, пацаны заряжены, всем привет, ребята. Привет, подписчики. Здравствуйте. Вот мы и дождались нашей очереди. Третья группа прямо сейчас стартовала уже. Лавр полностью готов, мы готовы. Дождь все так же идет. Посмотрел на трассу, она очень мокрая, местами даже большие лужи есть. Ну мы, естественно, трансляцию смотрели, смотрели, как ребята едут. В общем, сейчас первый проезд тестовый. Мы потом две попытки в зачет, я это уже говорил, но я себе еще раз это проговариваю. Надо хорошо проехать. Продолжение следует... Окей, Сергей Стилов. 33-го рель с передачей тренажной силы. Что-то у Сергея не лавится в первой попытке. Прогрев лучше сильнее. Да, ну, так бывает, так случается. Будет еще вторая попытка у Сергея. Знаем, что Сергея может лучше ехать. 87.3. Ну, блин, второй раз хреново отработал эту зону, про которую я тебе говорил. Опять поймал, ты шага ультракоррекция там была. И дальше поломался заезд. До этого была охуенно. Просто тренировочный заезд был. Не пьянный. А ты просто поставил зааккуратненько. Будь там внимательный. Там-то в лютой корректировке. Да, да. Я готов был, но... Ты пришел первый раз, а ты сейчас, второй раз, когда ехал, ты почему-то после первого проезда, ты именно там, где нужно, подзагасился, а тут ты почему-то ее потушил и как будто бы, блин, уже с трудом там вышел. Да нет, я ее нормально разгазовывал, но мало разгазовал. Да, я и говорю. Там очень скользко после первого клипа под судьями. Очень скользко. Там прям вот так вот делали. Да, там держаки. А? Там один держак, одно место держаку. Не сказал. Нет, там скользко, в смысле. А что по держаку? Нормально. Блин, было мало баллов. Мало. Промчал первую попытку в квалификации. У меня, как обычно, в прогрев я еду лучше, то есть это первый заезд за день. Второй, он сразу подряд, получается, была первая попытка. Я старался сделать так же, как прогрев, потому что всю трассу пощупал, понял, где скользко, понял, где держак. Там есть действительно такие места. Особенно скользко после клипа, первого клипа под судьями. Там прямо выворачивает руль, ты держишь ее в углу, едешь дальше. И держак ловишь после прямяка в шпильке. Там прям реально машина корректируется, надо ее рассказовать хорошенько. Проехал попытку, вроде нормально, сказали 87 баллов с чем-то. Маловато. Но результат есть, сейчас будет вторая попытка, надо улучшаться точно. Так, так. Ну ладно, ровненько, пока. Ну вот это вот постановка лучше, чем в первом. Да, хорошо, с этого ракурса. Давай, Сережа. А с нашего ракурса это вообще в космос. Вот в ровный газ, почему вот-вот-вот. Нельзя ехать, не едет. В ровный газ нет коррекции сразу же. Жми ты его, нормально. Жми газ рулем, не крути его. Покомоне, покомоне. Это значки 20-22. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ты на том момент был на 20-м месте. Фу. Там просто все в газулю, здесь в газулю. В каком-то месте прям было сложно, я не помню в каком. Но в каком-то прям я офигел. Но нормально. Ну поставился я меньше ручника дал. Понятно, отлично, отлично. Все чисто было. Не очень дэм было, но очень. Да, да. Ребята, вторая попытка. Четко, я так рад. 93 балла. Я ехал, разгоняюсь. Не слишком сильный взял разгон. Поставился аккуратно. И сразу отпустил ручник, насколько мог. Сразу газ, выловил ее в угле. И так и ехал. Короче, со всей трассой, в принципе, справился неплохо. Я считаю. Были моменты, там реально где скользко. Реально где зацепно. Где зацепно. Перегазовывал, да. Кидал сцепление резко. Где скользко. Оставлял себе для добавления угла. Чтобы добавить угол, например, и эту зону переехать. Естественно, все это педалирую по мокрому. В общем, приезжаю. Парни говорят, 93. Я знал, что я неплохо проехал. Но главное не 87. Понимаете? Потому что от 87 до 93, казалось бы, разница небольшая. А здесь это разница колоссальная. То есть 87 баллами я был на этот момент на 22 месте. А сейчас 93. Я на пятом месте, по-моему. Но это сейчас. Сейчас еще поедет четвертая группа. Посмотрим по итогу, какой это будет результат. Но мы все думаем, что это точно проходной. Завтра вроде погода хорошая обещают. Но опять же, тут в Сочи она может измениться. В общем, я очень рад. Эмоции прям. Просто эмоции крутые. Поставьте лайк обязательно в поддержку. Видоса. Это мне сейчас очень необходимо. Потому что, блин. Мы это сделали. Квала. Я уже думал, все. Вдруг квала моя. Это 87. Это потолок. Но нет. Но конкуренция большая. Здесь 65 просто участников. Или 64. Что-то такое. Поэтому половину не пройдут. Лаврентий молодец. За него тоже лайк. Он реально этого достоин. Ехал сейчас на бустофе. В принципе, адекватно машина толкается. Не замыливается особо. Разогрел, естественно, резину. Разогрел морду как мог. И поехал. Поэтому, ну, по зацепу все было окей. 11 место Стилов Сергей. 93-33. Стилов Сергей. Добровольский Тимофей. Ну что, ребят, квала затащил. Когда досматривали трансляцию, уже вообще нисколько не волновался. Потому что 93 очень хороший балл. Потому что там отрывок с 90 до 93 очень большой. То есть разделяет там реально, по-моему, 10 мест. Что-то типа того. Проходной, по-моему, 87 в этот раз баллов. Завтра парные. Будет час тренировок. Я еду... 89 проходной? Выше, чем прошлый раз. А, проходной выше, чем прошлый раз. Прошлый раз был 88. Да я был на 33 месте. Сейчас 89. Завтра еду с Сильвией С-14, Рокетбосс. С добровольским Тимофеем. Мы, в принципе, с ним катали. Но там заезд не завершился. Поэтому завтра, я думаю, потренируемся. Покатаемся. Будет час на тренировке. Ну и потом врываемся в топ-32. По прогнозу погоды завтра в Сочи вроде как солнечно. Но в любом случае, посмотрим, что будет завтра. Спасибо всем, кто поддерживал в трансляции. Писал Покмане, писал хорошие слова. Зрителей на мой проезд было максимально много. Я прям следил. Что-то там, по-моему, по 5000 было зрителей. Мы сегодня решили не разбирать палатку впервые. Застропили сейчас машину. Парни раздобыли стропы. Сейчас полностью закроем, чтобы ветром ее не сдуло через низ. Короче, сегодняшним днем я максимально доволен. По сути, три проезда за день, да, всего. И они такие продуктивные. То есть, получается, мы со вторника здесь машину делали. Потом среда, четверг, пятница, тренировки. И вот он такой важный момент. Это квалификация. Здесь такая грань. Едешь ты домой, или ты остаешься дальше биться за первое место. Спасибо огромное всем, кто поддержал это видео. Поставил лайкос. Поставьте. Прямо вот сейчас. За прохождение квалы уж точно. Также я, кстати, оживил свой второй канал. У меня есть Тилов Дейли Стрим. Я придумал. Я буду туда скидывать видосы с соревнований. Именно какие-то прямые трансляции. Вот только-только. То есть, я квалу проехал, сразу туда залил попытки, чтобы полностью, кто не успел посмотреть прямой эфир, мог зайти на канал и посмотреть. Также спарных постараюсь выгрузить. Ну и в дальнейшем тоже буду грузить. Ссылочка на него будет в описании. Переходите, подписывайтесь. Оживим канал. Так, у нас вот такой вот дом тут образовался. Все, палатка готова. На этом наш сегодня гоночный день завершен. Ребята, огромное спасибо, что посмотрели эту серию. Подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на канал обязательно. И с вами, как обычно, был Серега Стилов. Тренируйтесь, стройте тачки. И до новых встреч. Всем пока-мана. Субтитры сделал DimaTorzok